Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы будем говорить о книге Бытия, 6 глава, 18 стих и 8 глава, 16 стих. Здесь не совпадает порядок описания происходящего, хотя, в общем-то, говорится немножко о разных вещах, но здесь некая тайна. Прочитаем 6 главу, 18 стих. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Здесь мы видим, что в ковчег должны войти сначала мужчины. Мы прочитали с вами. «Войдешь в ковчег ты, и сыновья твои». Таким образом, мужская группа, она выделяется. А далее говорится о женской группе, она тоже как будто выделяется своей отделенностью от мужской. «И жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Но при описании выхода из ковчега ситуация немножко меняется. Смотрим 8 главу, 16 стих. «Выйди из ковчега ты, и жена твоя». Вот здесь Ной выходит женою. «И сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». Сыновья выходят женами своими. О чем это может говорить? При описании того, как они входили в ковчег, например, 7.13, сказано, «в сей самый день, то есть когда начался потоп, вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам, и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ним». Здесь мы видим разделенность между мужчинами, они как бы составляют одну группу, и женщинами, которые составляют вторую группу. О чем это? Это о том, что когда тяжелые какие-то события мирового масштаба, люди должны прекращать вот те отношения, которые обычно существуют между мужьями и их женами. Имеется в виду, что это не очень подходящее время, есть какие-то катаклизмы, особенно природные, когда явно проявляется гнев Божий, то люди не должны впадать вот в эту усладу, понимая, что в это же самое время гибнет человечество в огромных масштабах. И есть такая точка зрения, что они не только уклонялись от общения друг с другом, мужчины и женщины, которые находились в ковчеге, они пребывали еще в состоянии поста, потому что, чтобы пережить тяжелые времена, очень важно соединить пост с молитвой, тогда можно реально получить особое Божье одобрение. И мы знаем это из книги Ионы, когда целый огромный город Неневия объявил пост. И в посте пребывали не только люди, но и животным ничего не давали вкушать, чтобы они кричали перед Богом. И Господь услышал не только стинание людей, как говорится в этой книге, книге пророка Ионы, но и стинание животных. Поэтому человек должен контролировать себя время объятием, как сказано у экклесиаста, и время уклоняться от объятий. Но когда потоп кончился, когда весь этот катаклизм прекратился, они выходят из ковчега Ной и жена его, сыновья Ноя, Симхам и Афет, и жены их. То есть они уже выходят попарно, а не отдельными группами, как они входили в ковчег. Таким образом, научая нас, что когда несчастья прекращаются, мы восстанавливаем тот извечный порядок отношений между мужчинами и женщинами, которые имеют особое Божье благословение, этот порядок. И мы видим, что в заповедях, которые дает Господь Бог Ною и его семейству, говорится следующее, прежде всего следующее. Это Бытие, глава 9, первый стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Эта земля создана для того, чтобы на ней обитали люди и считается грехом самоубийства, уклонения от супружеских обязанностей, уклонения от брака, потому что это Божья заповедь. Причем заповедь «плодитесь и размножайтесь» – это первый заповедь Библии, который мы находим уже в первой главе книги Бытия, когда при сотворении человека Господь сказал людям «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Если бы Господь сказал бы «плодитесь», достаточно было иметь одного ребенка. Но Он сказал «и размножайтесь и наполняйте землю». Это означает, что надо иметь столько детей, сколькими детьми Господь нас и благословит. И надо сказать, что на языке Танаха, то есть Ветхого Завета, само слово «благословение» означает именно детей. Когда Бог говорит Аврааму, Исааку, Иакову, «я благословлю Тебя», прежде всего это означает «я размножу Тебя», потому что Господь творит мир из небытия в бытие, от избытка любви и избытка благости, чтобы ввести в счастье собственного существования существа, которые еще не существовали. Все несчастья рано или поздно кончаются. Например, в Средние века была в Европе черная смерть, это чума, и в некоторых местах до 2-3 населения погибли от этой чумы. Тогда не было никаких вакцин, ничего не было, но получилось так, что эта болезнь отступила, и человечество продолжило свое существование. Сейчас человечество столкнулось с новой эпидемией, пройдет какое-то время, и она отступит, если на то будет воля Божия. Ибо Господь создал этот мир для нашего блага. И смотрите, что говорится в 9 главе Бытия, 11 стих и ниже. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которые на земле. Радуга — это радостное знамение от Бога, которое свидетельствует о том, что действительно красота спасет мир, и проявление красоты — одна из высших форм — это человек, человек, созданный по образу и подобию Бога. Господь сотворил человека для счастья, любви и блага. Давайте никогда не будем об этом забывать. Но если наступают трудные времена, то, подобно Ною и его семейству, будем ограничивать себя, пребывать в посте, чтобы нам легче пройти эти испытания, а потом восстановить формат жизни в обычном порядке. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал Экзогет.